Звоню ей, познакомиться туда-сюда. Она говорит, живу одна, мужа нет. Я говорю, приезжай до меня, посмотрю, как вид твой. Она говорит, приеду. Дорогие друзья, удалось ли паре сохранить любовь? В 13 лет Андрей Джазаков решил променять беззаботное детство на семейную жизнь. Он связал себя отношениями с женщиной, которая годится ему в матери. Давайте же узнаем, как так получилось, что подросток влюбился в зрелую цыганку и как он живет сейчас. Как можно в такую женщину не влюбиться? Красивый носик, это мой любимый. Красивые ножки. Мне и глаза красивые. В 2012 году вышел выпуск программы «Пусть говорят», который шокировал телезрителей. В нем рассказывали о странном союзе, 40-летней цыганке и несовершеннолетнего подростка Андрея Джазакова. На момент выпуска передачи парню было всего 15 лет и два года из них он уже жил вместе со своей взрослой избранницей. Ей оказалась Марина Гуденко из Токонрога. Это моя жизнь. Я что хочу, то и делаю. Я ее полюбил, я ничего не могу сделать. Встретились они на родине Андрея в Ростовской области. И у мальчика это была любовь с первого взгляда. Сначала я познакомился с ее племянником, потом взял у него номер тетки и позвонил ей. Несколько раз пообщались. И я сказал, приезжай ко мне в гости. А своей маме я сразу сказал, это моя жена будет. И привез ее к себе. О своем возрасте Андрей солгал. Он сказал, что ему 21. Марина тоже свою цифру приукрасила. И вместо 38 лет сказала 25. Спросила, сколько ему лет. Он сказал 22. А я сказала мне 25. Друг друга немножко надурили. Меньше чем через год после начала отношений у пары родилась дочь. Для Марины это оказался не первый ребенок. Но все ее дети от предыдущих мужчин уже не жили с ней. Кто-то был в детском доме, а кого-то забрала к себе сестра женщины. Поэтому, недолго думая, Марина вновь родила от своего молодого возлюбленного. На этот раз двойню. Однако одному из младенцев выжить не удалось. И пара решила захоронить тело ребенка во дворе собственного дома. Здесь вот я вышла с дома утром. Растелила сюда матрасы, одеяло. Вот на этом месте я родила Александра и Максима. Она самая лучшая. Я люблю ее. И не хотел гулять с молодыми девчонками. Потому что им хочется денег. А ей этого не нужно. Она бедная. Я бедный. Рассказывал о мотивах своих действий Андрей. Ты моей была и будешь. Я тебя никому не отдам. Что бы ты ни делал. Я тебя не отдам. Не отдам и все. Хочу бей, не отдам. Ты мне нужна для моей жизни будущей. Я тебя любил и любить буду. Пока не умру. Но как оказалось, деньги для жизни все же нужны. И парень не нашел ничего лучше, чем заняться воровством. Вместе со своим старшим товарищем он грабил дачные домики. Из садового товарищества Андрей со своим подельником вытаскивали стройматериалы и прочие вещи, которые можно было без особого труда сбыть тем же дачникам. Но их поймали. И прокуратура насчитала ущерб на сумму чуть больше 13 тысяч рублей. Местное отделение суда назначило подростку 50 часов обязательных исправительных работ. На программу Первого канала Андрей приехал просить помощи. Ведь детей у пары забрали социальные работники. Однако после выхода передачи Мариной и Андреем заинтересовалась полиция. Ведь семейная жизнь с несовершеннолетним уголовно наказуема. Я накинулся. На неё. Она тут не виновата. И пара того сопротивлялась, конечно. Да как бы он сопротивлялась. Всё прекрасно очень было. И это длилось очень долго. Дней 5 или 6. Чем же закончилась история для зрелой цыганки Марины неизвестно. А вот парню сейчас 24 года. И он пару лет назад официально женился. В соцсетях есть несколько фотографий пары. Возлюбленная Андрея вновь стала женщина гораздо старше него. Детей у пары пока нет. Но им удалось повысить уровень жизни. Андрей остался в родном городе. И устроился на работу в местный сельскохозяйственный кооператив. Правда аудитория открыто негодует от того, как сложилась жизнь Андрея. Это трэш какой-то. Такой симпатичный. Молодой парень живёт с усатыми, толстыми бабулями. Ужасными на вид и вообще. Ну ёкаран и бабай. У тебя что, совсем вкуса нет? Самооценку подними себе. Советует одна из подписчиц. На красивых не женится. У них запросы пипец. Он в передаче Малахова вначале так и сказал. Ровесницам нужны деньги. Вспоминают в комментариях. Ну а в кусах не спорят. Поэтому нет смысла размышлять о том, подобрал молодой человек себе достойную пару или нет. Главное, что Андрей нашёл своё счастье. Перестал нарушать закон и остепенился. Его история ещё раз доказывает, что мы все можем совершать ошибки. Важно их осознать и больше не повторять. Ей это очень-очень нравится, когда я ей чешу ноги. Я ей не отказываю ни в чём. И чай подают в постель. И кушать подают мне в постель. Кушать под Prophetов. Кушать под spillapor, Incorporат Вголосе. Кушать под зата. pure кори не пить за кадром. Прямо от удоволюмёнってる. Квforо. Силомка гибки.